Ребята, мы целую неделю мучились. Вот честно вам скажу, мы так измучились с этими хомяками. А давайте я вам покажу, как выглядит настоящая метрика хомяка. Всем изи привет! Вы на канале Алиса Изи Пэтс. И вы все очень сильно переживаете за китайских хомяков. Ну, даже не так. Вы не переживаете. Вы у меня постоянно спрашиваете, ну что там китайцы? Поженились. Вы же первый канал, который показывает китайских хомяков. Вы же первый канал, на котором все ждут, когда родятся китайские хомячата. Ну и пришла я вам сегодня показать нашу Аму. Ама, подвигайся. Ребята, мы целую неделю мучились. Вот честно вам скажу, мы так измучились с этими хомяками. Я сначала по старинке, как обычно, делала вязки. Как сирийским хомякам, как карликовым хомякам. То есть я их сажала. О, господи, она у нас какая гимнастка. Как она красиво стоит, практически в шпагате хомячем. Подпишись, даже если у тебя лапки. Я постоянно их саживала. То есть посадила, подержала, потом рассадила. Посадила, подержала, рассадила. И как вы видели, если вдруг кто-то не видел, то эти хомяки китайские, они устраивают какие-то удивительные танцы. Они становятся, берутся лапами передними, держатся друг за друга. Они как-то там какие-то паут такие танцевальные показывают. Ну, короче, мы с этими хомяками насмотрели, с чего только могли. И я видео на канале выпускала. Если вдруг кто-то не видел, посмотрите, как танцуют китайские хомяки, потому что у них очень странные ухаживания, у них очень странные свадьбы. Неделю я мучилась, мучилась с этими хомяками. И в конце концов я решила, ну что же, я вот это вот сама-сама и решила написать маме Аммы. Звучит потрясающе. Просто сама удивляюсь, то, что я сказала сейчас. Я написала Юле из-за водчицы, из питомника, которая продала нам эту чудесную малышку. И описала ей ситуацию, что хомяки у нас живут в разных клетках, о том, что мы их стали вязать, когда мне исполнилось 4 месяца, о том, что мы хотим хомячат и что у меня не получаются вязки. А она мне сказала вот такое. Она сказала, что у нее хомяки китайские живут вместе. Вы представляете, я просто даже не знала. То есть она, когда к ней приехала первая самочка хомячиха, она ее еще малышкой месячно подселила к самцу. И они у нее живут вместе, в отличие от того, что я этих животных содержу раздельно. Потому что я была наслышана насчет того, что вроде бы эти хомяки, они как бы не любят жить вместе. Вроде бы они не терпят чужого соседства. Оказывается, китайских хомяков некоторые заводчики содержат вместе. И я просто этих хомяков стала саживать вместе на территории Аммы. Я сюда подсаживала Никиту, и они у меня проводили уже побольше времени вместе. И у них были очень вот эти вот странные танцы. И потом во время одного танца я поняла, что вязка у этих хомяков происходит совсем не так, как у сирийских хомяков или у джунгарских. Потому что самец заваливает самочку, вяжется с ней лежа. Поэтому я этому очень сильно удивилась. Ну и я так поняла, что вязка у нас все же состоялась. Но если что, еще раз можно проверить, как будет самочка на него реагировать. Но я вам скажу, что у нас не было ни разу за все время, как мы их саживали, у нас не было драк. Но я заметила, что Амма стала больше кушать. Сейчас набрала полные щеки и пошла к себе в домик. А вот и Никита. Поскольку Амма ушла к себе в домик, я решила вам показать его. И просто смотрите, сравните, насколько он у нас большой. И знаете, я смотрю, что Амма стала больше кушать. Она прям вот много ест, много ест и много пьет. И, кстати, много ходит и в туалет при этом. Вот только что недавно у нее песочек поменял. А у Никиты Алисы, как насыпала с утра корма, так он и остался лежать. Я сейчас немножечко подсыпала сюда его. Но я вижу, что он не так много ест. Хотя хомячок, как видите, достаточно крупный. То есть он по сравнению с Аммой, он больше в два раза. Но, правда, он и старше. Если вы вдруг не знаете, то Амма у нас родилась еще в конце сентября. Она родилась, по-моему, 30 сентября. Мне нужно посмотреть метрику. Слушайте, мне тут мысль такая возникла. А давайте я вам покажу, как выглядит настоящая метрика хомяка. Того самого хомяка, который купленный в питомнике. Вы же этого, наверное, никогда не видели. Итак, вот это наш хомячок, который китайский. А вот на него метрика. Эту метрику мне выдали в питомнике сирийских хомячков «Цветочный эльф». Почему в питомнике сирийских хомячков? Потому что этот питомник в основном специализируется на разведении сирийских хомяков. Там хомяки сирийские просто шикарные. Они с такой шикарной шерстью. Они такие крупные. Они такие красивые. Ну, просто замечательные. Жалко, что этот питомник, конечно, находится от нас так далеко. И вот смотрите, как выглядит метрика. У нее есть свой номер. И написано вид. В графе вид написано, что это китайский хомячок. Что у него кличка «Цветочный эльф Ама». Почему пишут «Цветочный эльф», потому что всегда к кличке хомячка добавляют питомник, его название. Ну, имя у нее Ама, потому что оно на букву А, потому что это первое потомство, которое родилось у китайских хомячков именно в данном питомнике. Дата рождения у Амы 30 сентября 2020 года. Рядом указан ее пол «Ф», ну, то есть маркировка английскими буквами. Цвет у нее окрас стандартный. И тип шерсти «Короткошерстный хомяк». Отец у нее цветочный эльф Хьюстон. И маму ее звали цветочный эльф Лейла. Вы представляете, все это написано. И написано, кто заводчик, как ее зовут, где находится адрес этого питомника. Вот так выглядит настоящая метрика. Кроме того, она обычно цветная, на ней есть логотип питомника и стоит печать. И обязательно роспись владельца этого питомника. Вот так вот выглядит метрика, которую выдает хомячку, если он действительно породистый, если он родился в питомнике. Красиво и, знаете, уже приятно у тебя все-таки хомяк из питомника. И сегодня в нашей рубрике «Распаковка писем и посылок от наших подписчиков» вот такое замечательное письмо. И давайте посмотрим, от кого оно. Потому что почерк красивый, но, честно говоря, читать несложно. Как обычно, на распаковку пришел Вася. Ему надо обязательно понюхать. Нюхай, Вась, конверт. А я пока почитаю письмо. А внутри еще одно письмо было. Это письмо уже подписывал сам, наверное, отправитель. Мне жалко его рвать. Но придется, потому что оно заклеено. Что же я здесь обнаружила? Небольшую записку. Здравствуйте, меня зовут Амир. Мне 9 лет. Живу в городе Таркос-Али. У меня есть кошка Муся и хомяк Чуня. Вот такое небольшое письмо. И здесь игра «Угадайка». А что же я должна угадывать? Здесь белый хомячок. Но подписано, что это Куки. Есть хомячок и подписано, что это Ореша. И есть хомячок и подписано, что это Фани. Что же я должна была угадать? Возможно, мне нужно было закрыть это и угадывать. Но дело в том, что оно уже было подписано. И нам прислали небольшую посылочку. И подписано, что здесь черви. Вот такие вот сушеные червячки. Их можно добавить в корм нашим питомцам. Они очень любят сушеных червячков. Спасибо большое, Амир. Ты написал замечательное письмо. Прислал нам чудесный подарок. И интересную игру сделал. Передаем тебе огромный привет. Твое письмо попало в наше видео. Ну, а для тех, кто хочет тоже отправить нам письмо. Адрес всегда есть. Если нажать на небольшой треугольник внизу под видео. Подпишись, даже если у тебя лапки. Ну, а с вами мы встретимся завтра. Потому что видео выходят каждый день в 18.00. Не забывайте переходить на канал Изи Роза. Где мы снимаем влоги о нашей жизни. Всем Изи пока!